Этому гаражному кооперативу более полувека. Здесь есть свет, охрана и довольно сплоченный коллектив автовладельцев. Все они давно оформили постройки в собственность. Земля оставалась муниципальной. После принятия федерального закона о гаражной амнистии, собственники решили ей воспользоваться. Подходили по всем критериям. Но стали получать отказы. Оказалось, что в 2019 году были приняты новые версии планировки и межевания территории под строительство квартала Видной. Кооператив не внесли в документы. Собственникам предложили межевать по новой уже за свой счет, а это сотни тысяч рублей. Один из членов кооператива пошел в суд. Но история, похоже, завершится хэппи-эндом и без судебного решения. В мае мэрия объявила очередные публичные слушания по планировке территории района. Собственники ГСК вновь попросили учесть их интересы. И через несколько дней получаем положительный ответ, что администрация пошла нам навстречу, и они нам отмежуют и включат в проект планировки территории наш участок. Это дает нам возможность образовать участки непосредственно под гаражами, приватизировать землю. Проблема была в том, что участок не был образован. То есть есть документы советского времени о том, что выделяется участок там 2,5 тысячи квадратных метров. Есть адрес, который был присвоен той же администрации. То есть все в порядке, проблем не должно быть никаких. Просто этот участок отсутствует на кадастровой карте. Но мы же не виноваты, что он там отсутствует. У нас есть документы землеотводные. Юристы говорят, что владельцам гаражей не стоит бояться возможных сложностей при оформлении построек и земельных участков собственности. Главное внимательно читать документы и неплохо бы следить за изменением законодательства. Вот год назад мы обратились в управление архитектуры по вопросу приватизации земли под гаражом, который был выделен моему мужу-инвалиду по заболеванию опорно-двигательного аппарата. Этот гараж находится рядом с нашим домом. Но мы получили отказ в связи с тем, что под этим бетонным гаражом нет фундамента и не подлежит, так скажем, этой амнистии гаражной. Федералы передали на откуп местным властям вопрос с приватизацией некапитальных построек. В Ивановской области соответствующее постановление было принято лишь прошлой осенью. Гаражная амнистия уже год как действовала. Законодатель именно правительства Ивановской области предусмотрела возможность оформления земельных участков под некапитальным объектом. Поэтому нужно сейчас предпринять все меры для того, чтобы обращаться, прочитать это постановление правительства Ивановской области. Там все популярно написано, какой порядок, какие действия необходимо совершить для того, чтобы гражданам оформить земельные участки и объекты некапитального строительства. Напомним еще раз, что гаражная амнистия ограничена по времени. Нужно успеть до 2026 года. А нюансов, которые затягивают процедуру, может быть множество. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».